Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, братья и сестры. Мы – камень, он – изумруд. Наш святой пророк да благословит его Аллах и приветствует. Это лучший подарок, дарованный всем людям, их создателям. И еще одна прекрасная вещь – это быть из уммы нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если люди, понимая ценность этому, не будут проявлять непослушание, а будут любить и уважать своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они войдут в рай. Однако Аллах, всемогущий и великий, предопределил для одних людей быть несчастными, а для других – счастливыми. Люди, которым даровано быть счастливыми, это те, которые проявляют благодарность. Люди, которые этого не ценят, всегда пребывают в беспокойстве и страдают. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан как милость не только к человечеству, но и ко всем мирам. В Куране сказано «И мы послали тебя, о Мухаммад, только в качестве милости к мирам». Помимо милости Всевышнего, Аллах, всемогущий и великий, послал к нам своего самого возлюбленного слугу. Он послал его для того, чтобы вся вселенная получила пользу от почести его святого лика. Помимо людей, Аллах, всемогущий, создал и джиннов. Некоторые из них являются кяферами, грешниками, а некоторые – мусульманами, верующими. То же самое и у людей. Все создания Аллаха, всемогущего, почитают нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они проявляют большое уважение к нему. Когда он проходил мимо, горы и скалы приветствовали его. Животные и насекомые – все они почитали нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все создания любят его. Только люди и джинны из числа шайтанов не принимают нашего святого пророка, да благословит его Аллах. И это даже хорошо, потому что лучше быть врагами, чем дружить с такими людьми. Они не принимают хак истины. Они не знают настоящей красоты. Они принимают только грязные и порочные вещи. В то время как наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда учит нас всем видам красоты, добра и чистоты. Аллах всемогущий и великий послал святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует ко всему человечеству, только в качестве самого лучшего дара. Он обладает красивой внешностью и самым прекрасным нравом. И тот путь, который показывает нам наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, это наилучший путь. Путь добра и милосердия. Он тот, кто повелевает все виды добра и запрещает все виды зла. Это все наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Кого нам любить, если не его? Есть люди, которые заявляют о себе, мы такие-то и такие-то, но они далеки от сравнения и не идут даже рядом в сравнении с нашим святым пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Мы видим, как со временем вся их сущность начинает раскрываться. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан для того, чтобы учить людей красоте и адабу. Аллах Всемогущий говорит, что одним из первых условий для тех, кто войдет в рай, уже в Ахирате будет их любовь к святому пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Почитать и восхвалять нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не запрещено в исламе. Как мы уже говорили, шайтаны из числа людей и джиннов обманывают людей. Они говорят, вы любите и возвеличиваете своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тем самым вы предаете Аллаху сотоварища. Вы совершаете грех, ширк. Это ложь. Одна из ловушек шайтана. Он хочет оттолкнуть людей от рая и направить их в ад. Без любви и уважения к нашему святому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, ни одно из наших поклонений не будет полным. Пусть Аллах Всемогущий и Великий увеличит нашу любовь к Расуле-Ла. Эта любовь должна быть превыше всего. Она должна быть прежде всего направлена к нашему святому пророку и никому другому. Тогда как любовь к вашей матери, вашему отцу, вашим детям, к вам самим, к вашему боссу и к кому бы там ни было еще, должна стоять после этой любви. Люди же прежде всего любят себя, а потом уже то или иное в зависимости от своего интереса. Но согласно Адабу Ислама, вы должны прежде всего полюбить нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а потом уже себя. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что мы должны любить его даже больше, чем своих родителей, больше, чем себя, потому что он тот, кто больше всего заслуживает любви. Сам же святой пророк не нуждается ни в чьей любви. Он говорит нам делать это для нашего же блага, для нашего спасения. Если в нас будет эта любовь, мы будем спасены. Для чего же нашему святому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, нужно, чтобы мы любили его? Что может дать ему любовь таких людей, как мы? Только из милосердия к нам, чтобы был аргумент сказать в присутствии Аллаха, «О Господь, эти люди любят меня больше, чем себя самих. Прости же их и веди их в рай». Все это наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказывает делать только исключительно для нашего же блага. Вамина Аллахи, Ат-Тауфик, Аль-Фатиха. Ат-Тауфик, Аль-Фатиха.